Приветствую уже, мои трейдеры. С вами я, Мария Кухтая. Вы смотрите рубрику «Пульс рынка» с Марией Кухтой. В сегодняшнем обзоре, ребята, будут свежие торговые идеи для вас на предстоящую торговую неделю по валютному рынку, а также по крипте. Есть интересные паттерны, которые сформировались и уже, в принципе, позволяют открывать торговые изъяточки. Также посмотрим, как отработались мои предыдущие торговые рекомендации. Я напомню, что я вам рекомендовала открывать покупки по доллар-иене на прошлой торговой неделе, продажи по золоту и S&P 500. Это все мы посмотрим во втором блоке. А также хочу сказать о том, что на этой торговой неделе я запишу обучающее видео с анализом, уже подробным анализом, моих как предыдущих торговых рекомендаций, так и рекомендаций, которые получали подписчики в закрытом вип-канале, в Телеграме от меня. Поэтому ждите свежее видео с анализом этих торговых рекомендаций по моей авторской торговой стратегии «Защитный трейдинг». Вернее, в соответствии с моей авторской торговой стратегией «Защитный трейдинг». То есть проанализируйте сделочки, расскажу, почему открывала, как открывала, то есть причины открытия и так дальше. Все эти моменты расскажу уже на обучающем видеообзоре. Поэтому сегодня у нас начнем сегодняшнее видео с анализа текущего рынка и основных торговых идей для вас. Давайте начнем с валютного рынка, фунт-доллар, ребят. По фунту рекомендую открывать продажи от откатной зоны сопротивления в районе 1,2490. Максимум, который мы с вами видели в четверг, в четверг 18 мая, это очередной импульс вниз по фунту. В принципе, у нас уже шарты довольно хорошо сформированы, довольно хорошо подтверждены по фунт-доллару. Здесь есть неплохая консолидация позиций с давлением локальным вниз в рамках защитного движения, которое произошло 11 и 12 мая. То есть я считаю, что у нас по фунт-доллару уже есть замечательная сформированная комбинация для того, чтобы можно было дальше работать на снижение. Поэтому шарты по фунту от локальной откатной зоны сопротивления 1,2490. Если будем еще тестировать эту зону, возможно, еще будем здесь до набирать торговую позицию. В таком случае обращайте внимание на следующее сопротивление 1,2540. То есть в рамках вот этих снижений, которые у нас произошли 16 и 18 мая, мы еще вправе добирать торговую позицию по фунту. Но, несмотря на это, уже торговая локальная формация сформирована. И дальше уже понятное направление по данной валютной паре, и это продажи. Поэтому на продажи, на шарты дальше нацелен фунт, сцелен на обновление минимумов, которые мы с вами видели. На прошлой торговой неделе в районе 1,2395 и ниже. То есть потенциал у нас, в принципе, хороший. Несмотря на то, что есть у нас здесь консолидационная зона поддержки, которая сформировалась в месяц апреля. Я считаю, что эту поддержку будем пробивать в силу актуальности и в силу наличия текущей шартовой формации, которая у нас образовалась за последние несколько торговых дней по данной валютной паре. Также хочу обратить ваше внимание на USDCAD. Еще один торговый сигнал для вас от меня. То есть торговая идея на покупочку, ребята. У нас здесь есть неплохая лонговая формация. Посмотрите, самая достаточная лонговая формация, лонговый паттерн, который состоит из потенциально защитного лонгового движения, которое произошло 11 и 12 мая. Коррекция до поддержки 1,3450. Откатная зона поддержки с локальным лонговым перекрытием. Да, и, в принципе, есть подтверждение перекрытия, которое произошло в пятницу на прошлой торговой неделе, 19 мая. Что это значит? Это значит, что USDCAD у нас нацелен наверх. С целью на пробитие максимумов защитного лонгового движения 1,233566, прошу прощения. И следующая цель для роста – это 1,3630 максимумы, которые мы с вами видели в месяце апреля и, в принципе, в месяце мая. Поэтому лонги открываем от поддержки 1,3450 с целью на достижение максимумов текущего месяца и, возможно, выше. То есть, если будем разворачиваться наверх, возможно, будем пробивать эти локальные зоны сопротивления и дальше двигаться на север. В силу уже сформированной лонговой формации, которая у нас образовалась по данной валютной паре за последние несколько торговых дней. Так, и давайте еще посмотрим биткоин, ребята. Еще одна торговая идея для вас, свежая идея. По криптовалюте биткоин рекомендую рассмотреть продажи по биткоину. Смотрите, есть у нас такие довольно импульсные проливы вниз, которые произошли практически с начала месяца мая. Продолжались довольно длительное время, но, несмотря на это, у нас произошла остановка снижения, у нас произошла локальная консолидация позиций. Есть неплохая комбинация. Попытка уйти на коррекцию, но нет, мы ее перекрываем и показываем откатную локальную зону сопротивления 27258. От максимума, который мы с вами увидели сегодня, то есть в воскресенье, 21 мая, можно работать на снижение по данной криптовалюте. Так, хочу отметить еще такой момент, что если будем пробивать эту ценовую зону, то есть это локальный уровень сопротивления, можем еще уйти выше, куда до следующей ценовой зоны сопротивления 27485. То есть это максимум коррекции, который мы с вами видели после потенциально защитного движения, то есть шартовое движение, максимум коррекции, перекрытие коррекции. И в рамках вот этого перекрытия у нас еще биткоин может донабирать торговую позицию локально. Но, тем не менее, шарты уже видны, шарты себя уже сформировали неплохо, поэтому работаем на снижение по биткоину. Цель для снижения – это пробитие консолидационной поддержки текущей 26700 и ниже. Так, и это были свежие торговые идеи для вас. Сейчас одна преснящая торговая неделя, ребят, если будут какие-то апдейты по этим инструментам, а также по другим инструментам, я буду обязательно информировать об этом своих подписчиков в открытом телеграм-канале Мария Кухта Трейдер, поэтому подписывайтесь, если вы еще не подписались. А теперь давайте посмотрим, как отработались мои предыдущие торговые идеи, которые вы от меня получали на прошлой торговой неделе. Так, давайте я вам покажу, значит, видео. Ребят, на моем YouTube-канале Мария Кухта Трейдер регулярно выходят видеообзоры. По субботам или воскресеньям я записываю видеообзоры с анализом текущей ситуации, с торговыми рекомендациями для вас на предстоящую торговую неделю. И в прошлое воскресенье вы от меня получили свежие торговые идеи по S&P, золоту и по доллар-иене. Если вы еще не смотрели, посмотрите это видео, значит, по доллар-иене. Давайте начнем с доллар-иены. Я вам рекомендовала открывать покупочки. Почему покупки, я разберу подробно на своем обзоре обучающим, который я планирую записать на этой торговой неделе, как я уже вас информировала в начале этого видео. Значит, смотрите, закрывается у нас пятница. С понедельника я вам рекомендовала открывать слонги и по доллар-иене. Фактически всю предыдущую торговую неделю мы замечательно росли по этому инструменту. Каждый день новый максимум пятница у нас показала внутреннюю дневочку. Что это значит? Это значит, что шикарно просто отработалась моя торговая идея на покупку, публичная торговая идея, которую вы от меня получили, значит, в прошлое воскресенье. На моем YouTube-канале это видео вышло. И в понедельник это видео продублировалось на YouTube-канале компании Маркес. Ребята, я напомню, что мои видео обзоры по понедельникам дублируются на YouTube-канале компания Маркес. Но если вы желаете получать раньше информацию от меня с анализом основных финансовых инструментов, вы можете подписаться на мой YouTube-канал Мария Кухтатрейдер. И уже на выходных вы будете получать от меня торговые свежие рекомендации как по валютному рынку, крипторынок, анализирую фондовые индексы, металлы, товарно-серийевой рынок. Собственно, по металлам, по золоту в прошлое воскресенье вы от меня получили торговую идею на продажу. Давайте посмотрим золото, ребят, пятница, 12 мая закрывается. Я вам говорила о том, что здесь у нас шикарная шартовая формация сформировалась. Несмотря на то, что контртренд, золото, ребят, мы тоже разберем с вами обязательно на обучающем обзоре. То есть золото также проанализирую для вас. Сейчас только скажу, что здесь была шартовая комбинация, которая показала дальнейшее контртрендовое шартовое направление по данному металлу. И посмотрите, что сделало золото. Первая цель, которую я обозначила в обзоре 1980, достигнута была, в принципе, без проблем. То есть мы сразу импульсом рванули вниз с 16 мая, импульсом пролили вниз по золоту. И 17 мая в среду мы уже достигли этой ценовой поддержки. Значит, в четверг у нас новый минимум по данному металлу. И пятница, внутренняя дневочка. Сами видите, как шикарно отработались шарты, о которых я говорила публично на прошлом обзоре. Шикарный шорт, контртрендовый. Но, тем не менее, контртренд, ребят, можно торговать, если есть сформированная торговая позиция. Если есть сформация, которая показывает возможность открыть сделочку против тенденции, значит, можно это сделать, но нужно соблюдать все правила, все нюансы, необходимые для этого, для открытия таких сделок. Все это я рассказываю на своих индивидуальных курсах обучения по своей торговой стратегии защитный трейдинг. Так, ребят, вы видите мое понимание рынка, вы видите, как я вам показываю торговые формации, торговые сделочки. Все не постфактум, торговые идеи вы от меня получаете публично, каждую неделю. Кто смотрит регулярно, вы уже можете сделать для себя выводы по поводу отработки, вернее, процента отработки моих торговых рекомендаций. Так, ну, как вы видите, доллар-иена, покупочка и золото-продаж шикарно отработались, но единственное, что S&P 500 не пошел на снижение. То есть мы, в принципе, здесь нарисовали ланговые перекрытия, S&P мы тоже разберем на обучающем обзоре. Обязательно расскажу, почему S&P не пошел в шорт. Ну, честно говоря, здесь была неплохая формация, но это рынок, рынок диктует правила, рынок динамичен, нужно менять, вернее, быть гибким на рынке, менять свою позицию, если рынок меняет текущую свою картинку, что, в принципе, сделал и S&P 500. Перекрытся ланговые в среду, после этого уже только ланги. То есть по S&P вышло по стопу, но тем не менее, тем не менее, в закрытом канале еще были хорошие рекомендации по натуральному газу на покупочку. Обязательно разберу на обучающем видеообзоре. Поэтому ждите от меня свежее видео и все моменты, все интересные моменты разберу с позиции своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Как S&P, так и доллар-иену, так и натуральный газ, золото и текущие торговые идеи тоже вкратце разберем на обучающем моем следующем видеообзоре. Ну что ж, ребят, спасибо за просмотр. Это были свежие торговые идеи для вас на протяжении торговой недели. Если будут какие-то апдейты, подписывайтесь на мой открытый телеграм-канал Мария Кухта Трейдер. Обязательно сделаю апдейты по этим торговым рекомендациям. Также не забывайте подписаться на мой ютуб-канал Мария Кухта Трейдер, для того, чтобы также быть в курсе свежих видео, свежих видео моих, которые выходят регулярно на моем ютуб-канале. Торговые идеи, анализ рынка, разбор торговых позиций, обучающий контент. Все это будете получать, если подпишетесь на мой открытый телеграм-канал Мария Кухта Трейдер. Поэтому подписывайтесь и всегда будете получать хорошую, качественную информацию по трейдингу от меня. Спасибо за просмотр. Спасибо за ваши предыдущие комментарии, за ваши отзывы. Жду от вас свежих комментариев и отзывов. Если есть вопросы, задавайте под видео. Все мои контакты есть под видео, ребят. Если есть вопросы, пишите в личку. То есть если есть вопросы по рынку, можете написать как в комментариях под видео, так и написать мне в личку. Обязательно отвечу. Обязательно проанализирую те инструменты, которые вам интересны. Еще раз спасибо за просмотр. Всем хорошего дня, прибыльной торговли. И до скорой встречи.